Слава Господу нашему Иисусу Христу! Она читала одну книгу, где бывшая служительница врага нашего свидетельствовала, как однажды к нему пришел сатана и сказал, что надо сейчас идти и создать проблему одного пастора. Они говорят, мы медитировали, вышли из тела и пошли, чтобы навредить дому этого служителя. И когда мы пришли, мы увидели, что мы посмотрели и видели, что они всей семьей, жена сидела за пианино и они прославляли Бога. Говорят, и мы не смогли подойти к дому, потому что все ангели подключены были к этому прославлению. Вокруг дома была окружена легиона ангелами, которые прославляли вместе с ними Бога. И когда она подошла к одному, ну, чтобы пройти, ангель ее толкнула и сказала, ты не можешь войти сюда, потому что здесь идет хвала и поклонение Господу. Вы знаете, очень важно, когда мы понимаем силу хвали и поклонения. Очень важно, когда мы в сердцах наших являемся поклонниками живого Бога. Поклониться Богу – это не только песни петь. Поклониться Богу – очень важно иметь состояние сердца поклонника. Самарянка, когда спросила у Иисуса, нам говорят, что на этой горе нужно поклониться. Иисус ей сказал, на всяком месте Бог ищет поклонника в Себе, в Духе и Истине, на всяком месте. Не имеет значения, где ты находишься, не имеет значения, какое ты проходишь, через что ты проходишь. Только одно – если ты поклонник живого Бога, если в твоем сердце горит хвала и поклонение Иисусу, ты будешь всегда на высоте. Почему? Потому что невозможно познать имя Бога, невозможно родиться от Него и не поклониться Ему. Наш Дух создан для того, чтобы поклониться Иисусу. Наш Дух создан, чтобы поклониться живому Богу. И нам дано Дух Святой для того, чтобы через нас поклониться Богу, чтобы мы стали поклонниками живого Бога. И сегодня я хочу, чтобы каждый из нас понимали силу хвали и поклонения. Мы сейчас пройдемся немножко по этим пунктам, и я думаю, что каждый из вас начнет по-другому посмотреть на словословие, на хвалу и на поклонение Богу. Аминь. Это очень важная часть нашей жизни. Я был в Краснодаре, молился. Розанна, сегодня возвращается, если что, молитесь за Него тоже. Несколько служений подряд у Него было там. Я там молился и размышлял перед Богом. Я говорю, Господь, дай нам ключи, дай нам ключи, дай мне ключ, где кроется тайна. И Бог сказал, изменишь мысли, изменится жизнь. Очень часто мы просто в наших мыслях, в нашем разуме, мы терпим поражение, мы проигрываем, а потом это сказывается на нашу жизнь. Мы должны понимать, о чем мы мыслим, о чем мы говорим. Где Бог в нашем разуме, где Бог в нашем сердце, стоит ли Он в нашей жизни, на каком месте Он является, где Он вообще в моей жизни. Хвала Иисусу. Аминь. Прославление и хвала приносят присутствие Господа в нашу жизнь. Как только мы становимся поклонниками, знаете, я петь не умею, но я поклонник живого Бога. Как только мы становимся, не обязательно, чтобы ты умел петь. У меня вообще нету ни одного дарования. У меня вообще, у меня есть только Иисус Христос. У меня больше ничего нету. Отними от меня Иисуса Христа, я завтра, да даже сегодня, через минут пять я умру просто. Потому что у меня нету ничего. Вот я реально вам говорю, без Иисуса Христа это смерть, без Иисуса Христа это все. Поэтому я его поклонялась. Поэтому хочу, чтобы мы церковь были церковью поклонниками живого Бога. Аллилуйя. Аминь. Это очень важная часть нашей жизни. Потому что поклонение это состояние или направленное сердце. Это направленное сердце к Богу. Когда наши сердца направлены к Богу, мы становимся поклонниками. Хотим мы или не хотим, из наших уст выходят правильные слова. Мы начинаем Богу восхвалять. Мы начинаем Ему воздавать славу. Аминь, церковь. Это очень важная часть для нашей жизни. И это мне, честно сказать, это очень мне нравится. Когда мы начинаем поклоняться Богу, когда мы всем сердцем склоняемся перед Ним, когда наше направленное сердце и благоговение перед Богом, мы от веры, вот услышите, мы от веры переходим к милости. Милость независима от нашей веры. Милость само по себе, по Божьей воле действует в нашей жизни. И милость, которая действует в нашей жизни, приносит веру в наш дух. Когда мы начинаем поклоняться, мы переходим, то есть Бог начинает поступать с нами по Его великой милостью, которая превозносится над судом. И мы переходим эту черту, когда мы становимся поклонниками. Иисус сказал, как только ты станешь поклонником, из чрева твоего потечет реки живой воды. То есть это внутреннее состояние, которое нас держит во Христе Иисусе. Это то положение, которое мы должны всегда иметь перед Богом, когда мы становимся поклонниками. Аминь. Слава Иисусу Христу! Это очень важно. Иаков 5, 13. Посмотрите, злостраждает ли кто из вас? Пусть молится. То есть, когда трудно, ты не сможешь песни петь, понимаете? Многие говорят, а что у тебя нет настроения? Радуйся. Но это тут другое вообще состояние, другое. Здесь надо молиться, чтобы Бог поменял состояние твое. Даша говорит, весель ли кто, пусть поет псалми. Вот, прежде чем начать петь псалми, прежде чем начать поклоняться Богу, нужно поправить или исправить состояние своего сердца перед Господом. Если у тебя нет настроения, если ты понимаешь, что что-то ворует твою радость, что-то противится тебя, то тебе надо молиться, противостоять, разрушать, подняться, получить эту радость, очищать душу, очищать дух, принять присутствие Господа. А потом тогда петь песни. Как израильский народ, когда был в плену, они говорили, как нам петь песни, если мы находимся в плену? Как петь песни, если человек находится в плену? Мы говорим, церкви надо прославлять Бога, подними руки, прославляя Бога. Но если этот человек в плену, как он может прославлять Бога? Прежде надо молиться, освободиться, очиститься, просить у Господа ссыли. Господь, я в плену, Господь, у меня грех, Господь, у меня непонятное состояние, Господь, помоги мне, моя жизнь разрушается, помоги мне. И Бог приходит, помогает, изнутри дает радость, и ты начинаешь поклониться Богу, ты начинаешь песню петь, ты начинаешь славить Господа, и у тебя меняется состояние. Почему? Потому что, когда мы поклоняемся Богу, мы высвобождаем духовную силу в духовный мир, и тьма разрушается вокруг нас, потому что сатана не выдерживает то состояние, которое мы имеем, как поклонники. Он ненавидит прославление Богу, поэтому он и убегает. Почему в церкви происходят чудеса? Почему ты успокаиваешься в церкви? Потому что враг не может устоять в собрании святых. Поэтому сегодня очень важно, чтобы ты понимал силу этих слов. Я поклонник живого Бога. Когда трудности, когда тяжело, когда тьма, когда настроения нету, когда просто тебе не хочется ничего делать, не молиться, не читать, тебе ничего не хочется делать, скажи, Господь, помоги мне поклониться Тебе. Дух Святой, помоги мне поклониться Тебе. Нет ничего сильнее другой оружия, как только поклонение Богу. Когда мы поклоняемся Богу, что-то в духовном мире случается. Сразу Дух Святой приносит в нашу жизнь кровь Иисуса Христа, которая омывает и очищает нас от порочной совести. Сразу наполняется наш Дух Духом Святым, потому что мы духовные люди и в нас духовная сила. Аминь. Слава Господу! Аллилуйя! То есть, весель ли кто, пусть поет в Салме. Если воскресное служение для тебя не праздник, как ты можешь веселиться? Каждое воскресенье – это день праздника, это встреча с Богом, это у тебя должно быть ликование, у тебя должно быть такое море радости. Семь утра встал, сестры красятся, мужики там бреются, я не знаю, как, что еще сказать. Готовятся к этому служению, как к празднику, потому что реально каждое воскресенье – это праздник. Петь и прославлять нашего Господа. Посмотрите, Псалом 8, 3 стих. «Из уст, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мастителя». То есть, когда мы начинаем прославлять Иисуса Христа, мы начинаем словословить и сказать правильные слова перед Богом, что ты царь мой. Вы знаете, что поклониться Богу – это не молиться Бога. Не молиться Богу. Поклониться Богу – это говорить правильные слова, не просить ничего. Поклониться Богу – это значит почитать Его, поднимать внутри себя Его, просто внутри сказать, открыть внутреннюю часть твоего существа, что Бог для тебя имеет огромное место в твоей жизни. И тогда написано, что враги сделаются безмолвными. То есть, враг уже ничего не может говорить, никакие мысли не может тебе послать, болезни не могут преодолевать тебя, трудности не могут преодолевать тебя, проклятие не может прийти. Почему? Потому что твоя хвала делает врага безмолвным, твоя хвала закрывает рот врага, и это огромная сила. Это огромная сила, когда ты словословишь Бога, когда ты прославляешь Его, когда ты поешь песню Ему, когда ты просто на языках молишься и поклоняешься Богу, на языках поешь Господа, когда твой дух поет Господу. У нас здесь хорошая песня. Тогда, мой дух, когда я смотрю все вокруг, что творится, тогда мой дух поет тебя. Мы должны в духе поклониться и прославлять имя Иисуса Христа. И это очень важно. Каждый человек, каждый христианин, если он не стал поклонником, если у него в духе не звучит прославление, если он в духе не поклонник Иисуса Христа, надо задуматься, надо просто прийти перед Богом покаяться. Мы сегодня покаемся перед Богом. У нас каждое служение – это покаяние перед Богом. Почему? Потому что мы должны обновиться. В каждом духе должна звучать эта музыка. Каждый человек, каждый христианин, если он в духе, не поклонник нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа, он просто потеряет то, что он хочет иметь. Слово Божие говорит, у кого есть, тому еще и дано будет, а у кого нету, и это отнимется, потому что он не поклонник, он не захотел поклониться Богу. И это очень важно. Чтобы наши враги молчали, чтобы сатана молчал, чтобы болезни молчали, чтобы все трудности молчали, нам нужно прославлять имя Бога. «Из уст младенцев и грудных детей». Почему это он так? Грудные дети. Как они могут петь? Как они могут поклониться? Он имеет в виду сегодняшнюю церковь. Каком бы ты ни был возрасте, младенец, грудной, только родился, вчера пришел, сегодня первый раз на этом месте, сто лет ходишь уже, как бы это ни было, если ты не поклонник живого Бога, твои враги молчать не будут. Они будут все время твою жизнь говорить. Это нищета, это проклятие. Это какие-то другие трудности. Они будут говорить. И если в них ты поверишь, ты туда и попадешь. Но, когда ты прославляешь, эти голоса умолкают. Халлелуя! Слава Господу нашему Иисусу Христу! Он Царь живой! Он Бог живой! Сделай так, чтобы враг молчал в твоей жизни! Сделай так, чтобы враг не говорил ничего в твоей жизни! Будь поклонником! Прославим имя Иисуса Христа! Амин! Слава Иисусу! Посмотрите, нет такого христианина, живого, на которого не нападал враг, на которого не атаковал враг. Всегда есть атака. Всегда. Почему и написано, бодрствуйте? Потому что враг ваш ходит, как рикающий лев, ищет кого поглотить. Он ходит, ищет кого поглотить. Но когда мы бодрствуем, а как мы бодрствуем? Наш Бог на первом месте в нашей жизни. И сила хвали и поклонения, оно работает в нас. Почему? Потому что мы поклонники живого Бога. Аллилуйя! Живого Бога! Наш Бог не мертвый! Амин! Посмотрите, Дух Святой прославляет Иисуса через нас. Не где-то, о, как этот человек поклоняется, о, как этот поклоняется. Мы часто смотрим по интернету и говорим, о, какое прославление! Как этот прославляет! О, я бы этого послушал, я бы этого послушал. А знаете, что в это время Бог говорит? Я бы тебе послушал. Ты говоришь, я бы этого послушал, я бы этого послушал. А Бог говорит, а я бы тебе послушал. Мне не интересует, как они прославляют, мне интересует, кто ты для меня, как ты прославляешь. Я хочу в твоей жизни прославиться. Амин! Часто мы смотрим эти вещи, и мы сравниваем, или восхищаемся, а Бог говорит, а я восхищаюсь с тобою, я хочу, чтобы ты был моим поклонником, я хочу, чтобы ты прославлял мое имя, я из уст твоих хочу услышать, как ты любишь меня, Господи, ну я же не люблю тебя, но если ты не любишь, у тебя есть проблемы, просто покайся, это легко исправить, и скажи, Дух Святой, вы знаете, мы должны молиться, мы должны молиться и сказать, Дух Святой, у меня не получается, не получается молиться, не получается быть поклонником, я и не так люблю Христа, как вот все любят, я хочу любить Христа еще глубже, Дух Святой, помоги, Дух Святой для этого и призван, чтобы нам помог, чтобы мы любили Христа, мы не можем любить Иисуса Христа по плоти, мы не можем любить Иисуса Христа по душе, мы должны любить Иисуса Христа Духом нашим, Он есть Дух, и Он ищет поклонников в Духе и Истине, если мы не духовная личность, если мы еще на душевном уровне познаем Христа, если наш Дух еще не рожден от Бога, если мы не имеем отношения в Духе с Господом, если наш Дух не пребывает в покое в Боге, если наша душа не успокаивается, то мы еще не христиане, христианин это духовная личность, ибо кто во Христе, тот новое творение, халилюя, древнее уже прошло, прошлого нет уже, есть настоящая духовная личность, которая поклоняется в Духе и Истине, и тогда есть сила в нашем поклонении, потому что очень многие душою хотят понять Бога, они поклоняются душою Бога, это тоже хорошо, но если Дух мертв, душа не может принести никакой пользы, мы должны стремиться искать Божьего лица, открыть сердце, чтобы Божий Дух коснулся, и мы родились свыше, когда мы рождаемся свыше, наш Дух оживает, а в Духе мы поклонники, халилюя, аминь. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Посмотрите, сатана не может устоять там, где есть искренние поклонники. Очень многие чудеса, очень многие знамения, очень многие исцеления, очень много сильного движения, которое происходит в церкви, происходит тогда, когда церковь поклоняется в Духе и Истине. Когда церковь направлена сердцем к Богу, Бог начинает работать. Давайте, братья и сестры, просто поставим себе внутри такое понимание, я иду в церковь, не посмотреть, что там творится, я иду поклониться моему Богу. Это место, куда избрал Господь, где мы собираемся, чтобы поклониться Ему. И посмотрите, что говорит Диане, 16 глава, 25-26 стихи. Каким образом это все произошло? Не было ни ропота, не было ни удовольствия, не было никаких слов, просто было благодарение и хвала Господу. Посмотрите, около полночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Слушайте, это в темнице, это в темнице, это там, где ничего не было для них. Утром смерть, ноги у них забыты в колода, они в темничном месте, они в темном месте. Слушайте, какая бы ни была темнота, что бы ни было, но если твой дух поет Богу, все стены рухнут, все двери откроются, будь поклонником живого Бога. Посмотрите, что творится, воспевали Богу, узники же слушали их, то есть они не бурчали под носом, они хвалили Бога всем голодом. Я не думаю, что у Павла было музыкальное образование, или Сила был сильнейшим, или у них были микрофоны, но они с таким духом, в таком помазании, в такой силе, с такой любовью прославляли Бога, что все узники слышали их. И знаете что? И Бог не выдержал. Бог пришел. Вдруг, вдруг, как мне нравится, когда в Слове Божьем написано, вдруг потекла вода, вдруг пришел Бог, вдруг темницы открылись, вдруг, 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 аллилуйя, стены рухнули, вдруг. Почему? Бог сказал, ну все, все, уйдите, мне надо прийти туда. Вдруг, вдруг, сделалось великое землетрясение, так, что поколебалось с основания темницы, тотчас отвалились все двери и все хузы ослабели. Мы хотим такое? Слушайте, аллилуйя. Он такой же Бог, Он не изменился, Он такой же. Ну давайте всем сердцем будем поклонниками Его, давайте будем всем сердцем. Вот прославление идет, вот идет прославление, что я в это время делаю? Мыслями лечу где-то. Ну подумайте, этот момент, я сам подвергаюсь этим атакам, я останавливаю себя и говорю, я поклонник живого Бога. Аминь. Это очень важно. Радость и веселье, это тоже форма поклонения. Вот я иногда удивляюсь, как можно прославлять Бога в таком тишине, в таком, я не знаю, ну как можно это делать? Я не понимаю этого, я знаю одно, Бог дает радость. Вот знаете, вот например, сейчас идет проповедь, да некоторые спят. А что вы дома делаете, братья и сестры? Или дома поклоняйтесь, здесь отдыхайте, или здесь поклоняйтесь, дома отдыхайте. Если хотите здесь поклониться, то дома отдыхайте. Если хотите дома поклониться, то здесь спите, мы не мешать не будем. Я сегодня, видите, как тихо проповедую, чтобы никого не разбудить и не мешать. Потому что я смотрю, некоторые старцы с наведениями уразумляются. Потому что радость и веселье, это одна форма поклонения. Одна из форм поклонения. У меня аж язык заплетается. Одна из форм поклонения. Если христианин грустный, да, надо молиться. Ему надо искать лица Божие. Если он веселый, но почему не поет? Давайте мы разберемся. Вот в этот перекресток правильно как бы заедем, правильно относимся к этому моменту. Если ты пришел в церковь, и ты грустный, что ты делаешь? Начни молиться, начни восстанавливаться отношения. Если ты понедельник встал, и тебе грустно, что-то случилось с тобой, а ты проверишь свою жизнь. А почему так? Может, Бог тебя через это зовет к себе? Может, тебе надо молиться, где-то исправить свою жизнь перед Господом? А если ты веселый проснулся? Ну, прославь Бога. Аллилуйя. Воздай славу Господу. И Бог будет с тобой всегда. Конечно, Бог с тобой. Но есть некоторые нюансы, которые мы должны соблюдать. Принципы, да? Всеми любимый псалом, 90-й псалом, 99-й вернее, псалом хвалебный. Вообще все псалмы, они хвалебные. Или молитва, или поклонение, или хвала Господу. Но это прямо так и написано, псалом хвалебный. И что тут написано? Грустно стоит те присутствие его. Вот псалом хвалебный, и дальше. Братья и сестры, грустно стоите перед лицом его, потому что он царь, и он не любит радости. Да нет, так не написано. Написано, воскликните Господу. Кто может воскликнуть сейчас? О, вот это я понимаю. Воскликните Господу, вся земля. Птички утром встают, они не грустнее на ветке сидят. Они кричат Господу. Животни утром встают и шум создают. Они же тоже проставляют Бога. Мы от них отличаемся тем, что у нас разум, не инстинкт, а разум, воля, чувство. Мы выбираем поклониться Ему или нет. Мы выбираем. Птицы не выбирают поклониться, у них инстинкт. Они знают, что им надо, и они восклицают Богу. Они проставляют Его имя. И не только птицы, все животные, даже черви, они знают, как восклицать перед Богом, просто мы их не слышим. Но человек выбирает поклониться Богу. Человеку дано выбор, проставлять Ему или нет. Человек получает выбор, говорить Богу утром, люблю тебя или нет. Птицы не думают, говорить или нет. Они должны это делать, потому что оно заложено. Но внутри нас играет музыка. Но мы сами выбираем эту музыку высвобождать ради Господа или нет. Мы сами выбираем поклониться Богу или нет. В отличие от тех животных, которые каждое утро восклицают Богу, мы, как люди, разумное существо, мы сами выбираем поклониться Богу или нет. Как только, вот проверьте сегодня, придите домой вечером. Как только ты захочешь поклониться Богу, будет препятствие. Но когда ты сделаешь свой выбор, ты начнешь прославлять Его. Бог и враг, они не посягают на нашу волю. Когда мы поклоняемся Богу, мы поклоняемся Богу. Когда мы молимся, мы молимся Богу. Я помню, однажды мне надо было читать слово. Кто читает 20 минут? Я уже Новый Завет, Матфея заканчиваю. Кто где? По 20 минут я уже Матфея заканчиваю. Но каждый день. Однажды я вечером хочу прочитать Библию, я иду, чтобы брать Библию, и вдруг вспоминаю, что я сегодня кофе не выпил. Я забываю, что мне надо читать, я иду пить кофе. Вот, представляете? И я говорю, не, надо мне кофе пить, потом прочитать. Я так и этот день не смог прочитать Библию. Потому что враг ворует, это наш выбор. Не делайте выбор, который против идет Духа Святого. Который идет против Слова Божьего. Который идет против молитвы. Никогда не делайте такой выбор. Потому что это ваш выбор. Это твой выбор. Выпить кофе или читать Слово Божье. Никто тебя не может заставить, если ты этого не захочешь. Халлелуя. Вся земля. Служите Господу с весельем. Ну, об этом мы в прошлый раз говорили, что значит служить. Но, здесь один очень важный стих. И идите перед лицом Его с восклицаниями. Представляешь, ты идешь по улице. Хо-хо-хо-хо-хо. Я не знаю, там что-то восклицаешь. И все думают, куда идет. Надо за ним идти посмотреть, куда же он идет. Не надо грустно ходить. Слышишь, христианин, рожденный свыше, рожденный от Бога человек. Не грусти. Твой Бог живой. Не грусти. Твой Бог живой. Даже если у тебя куча проблем. Начни прославлять Бога. Проблемы умолкнут. Враг умолкнет. Сделай врага безмолвным. Твоим поклонением Господу. Живому Богу. Халлелуя. Познайте, что Господь есть Бог. Что Он сотворил нас, имя Его. Его народ. И овцы, пасты Его. Мне раньше, когда я только уверовал, мне очень удивительно было, что все время Библия нам называет овцами. Я не понимал, почему Библия нас сравнивает с овцами. Овца или овцы – это такой смиренный народ. Это такой послушный народ. Вот они без пастыра не могут. Козы могут без пастыра. Коровы могут без пастыра. Так, если кто-то хочет и думает жить без пастыра, подумайте, с кем можно себя сравнить. Но овцы, они всегда идут за пастыром. И его голос знают. И за чужим не идут. Это очень важно. Служите Господу с весельем. Идите перед лицом Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас. Ими Его, Его народ и овцы пасты Его. Входите во врата Его со славословием. Во дворе Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, истина Его в рот и рот. Аллилуйя! Это, понимаете, это что? Это состояние. Это не просто какой-то написанный псалом. Это состояние каждого рожденного свища верующего человека. Это состояние человека, который имеет общение с живым Богом. Это состояние, это естественное состояние при том. Не надо из себя это, ну, как бы выжимать. Это естественное состояние рожденного свища человека. Вот этот 99-й псалом, это описывает наше внутреннее состояние, внутреннее состояние живого христианина. Аминь. Если я где-то что-то скажу не то, потом мне пишите, что пастыр, у меня нет такого состояния, а я что, не христианин? Уже мне написали пару человек. Да я уже вижу, что кто-то уже пишет. Пока пишешь, слушай меня дальше. Потом, может быть, не отправишь просто это мне. Вопрос не в Боге, вопрос не в церкви. Вопрос твоей жажды, вопрос твоего желания. Что ты хочешь? Определись, брат мой, определись, сестра моя. Члены церкви, определитесь, что вы хотите. Кто для вас Бог? Потому что мы его народ. Мы его народ. Здесь вы можете видеть меня. О, пастыр, какое слово сказал. Но это Бог говорит к церкви. Это Божье послание в церковь. Каждый из вас должны понимать, что Бог хочет от нас. И каждый раз, когда я говорю слово, это то, что Бог хочет от нас. Чтобы мы были поклонниками, чтобы мы радовались перед лицом Его. Аминь. Псалом 94, 1-й, 2-й стих. Придите, воспоем Господу, воскликнем тверденье спасения нашего. Предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему. Посмотрите, миллион мест я могу показать вам в Библии, где написано, давайте радоваться, давайте поклониться, давайте словословить. И это очень важно. Еще одно место, время летит, а мне. Колоссянам 3, 16. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Вот обратите на это слово очень-очень сильно внимание. Вот просто обратите на это внимание. Пусть это слово сегодня изменит нашу жизнь. Посмотрите, слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. То есть, слово, которое приносит в нашу жизнь, вот это питание духовное, да вселяется обильно. То есть, пусть будет Слово Божие много внутри нас. Аминь. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И друг друга назидайте этим. И вот, знаете, иногда я вижу, как люди грызутся просто верующие, как они ругаются между собой, как они просто оскорбляют друг друга. Это не хочет Слова Божия. Мы оскорбляем этим Духа Святого. Ты просто в своей жизни закрываешь все благословения. Ты просто в своей жизни... Бог не любит лукавства. Бог ненавидит всякий грех, но любит грешника. Поэтому, когда ты такие вещи делаешь, когда ты ругаешься, когда ты наоборот, ты просто разрушаешь своими руками благодать Божия. Наоборот, есть сила хвали и поклонения. Выйдешь, тебе проклинают, начни благословлять. Выйдешь, тебя говорят плохие слова, начни благословлять. Благословлять. Трудно. Братья и сестры, это трудно, если ты не дружишь с Духом Святым. Это трудно, если у тебя нет такого настроя, что ты поклонник живого Бога. И это очень важно. Аминь. Если ты любишь Иисуса Христа, ты будешь все делать, чтобы с Ним иметь тесное отношение. И дальше. В сердцах ваших Господу воспевая. То есть, внутри ты должен знать, что Он Царь Великий. Аллилуйя. Знаете, важную роль играет в жизни христианина или в поклонении Богу – это музыкальные инструменты. Бог очень много обращал внимания на музыкантов. Бог дает таланты. В Псалме написано, и пение, и играние мое от Тебя, Господи. То есть, Бог дает таланты. Бог делает способным человека играть на инструментах. Вот Олег, Лена, Хусейн. Они играют на инструментах. Они прославляют Бога, используя инструменты. Но есть очень-очень мощное движение, когда играет инструмент. Обратите внимание на все. Братья, кто играет, на ноты. И обратите внимание, чтобы музыка была не просто ради музыки, а чтобы звучала эта музыка как поклонение Богу. Музыка должна поклониться Богу. Музыка не должна быть автономной. Если музыка не склоняется перед Богом, это просто музыка. А существует дух музыки, который может охвачивать человека и просто влиять на эмоции человека. Но музыка должна влиять на дух человека. И человеку должен привести в поклонение. Помните, когда в 4-й царстве, 3-я глава, 15-м стихом. Теперь позовите мне гуслиста, когда он должен был пророчествовать. Он не знал, о чем пророчествовать. Но когда вызвали гуслиста, и когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулся Елисею. Вот братья, те, которые на инструментах. Вообще, где бы ты ни находился, когда ты играешь на каком-то инструменте, сделай так, чтобы окружающие, услышав это, они начали поклониться Богу. У нас в Вифане, в Краснодаре был один саксофонист. Он вообще-то не из Вифании, из другой церкви. Он когда играл на саксофоне, мы с ним в тюрьму ездили, он начал играть на саксофоне, присутствие Бога пришло. В тюрьме сидели человек 400 людей, которые сидят в этих заключениях. И мы с ним, он должен был играть на саксофоне, я должен был проповедовать. И когда он встал и начал играть на саксофоне, присутствие Бога пришло. Я сам сидел, я чуть не заплакал от того, что он настолько был поклонником живого Бога, он сейчас в Израиле, настолько он соединялся с Богом, настолько у него жизнь была поклонником, он был в жизни поклонником Бога, что когда он начал на саксофоне играть, просто музыку, не петь, ничего, присутствие Бога пришло. Музыкальные инструменты важную роль играют в жизни церкви и в поклонении Богу, если они направлены к Богу. Посмотрите, через пение, через поклонение, через прославление может человек освободиться. Почему сегодня в церкви есть люди, которые не освобождаются до конца? У нас есть маленькая проблема, мы должны исправить поклонение в церкви, мы должны исправить прославление церкви. Ни прославление должно не меняться, а мы всей церковью должны меняться и стать поклонниками живому Богу. Мы должны от всего сердца, наша жизнь должна быть свята, наше действие должно быть свято, у нас должно быть состояние покаяния Богу. Мы поклонники живого Бога. Первое царство, 16-23. Этот паренек, этот пастушок, который не имел никакого музыкального образования, но он знал живого Бога. И когда дух от Бога бывал на Сауле, от Бога, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Посмотрите, просто он брал эту гуслю, этот инструмент, и играл перед царем, ему становилось легче. Когда ты в духе, когда ты поклонник, когда в тебе понимание силы, хвали и поклонение, вокруг тебя все изменится. Когда мы в церкви поймем, что он царь в церкви, когда мы поймем, что мы собираемся не вокруг человека, когда мы поймем, что мы идем в церковь поклониться живому Богу, когда наш настрой сердца будет таким, что я поклонник живого Бога, я не иду ни к тому, ни к третьему, ни к четвертому, и мне там не просто хорошо, поэтому я иду. Я иду, Отец, я иду поклониться тебе. Для меня это здание, то место, где мое сердце открыто для поклонения тебе. Там, где я нахожусь, Господь, мое сердце открыто, чтобы поклониться тебе. Я не хочу, Господи, другой жизни. Я хочу быть поклонником твоим. Я не хочу другой жизни, Господь. Только с тобою везде, куда хочешь. Я твой, ты мой Бог. Аллилуйя! Вы знаете, сегодня очень, очень много атак на поклонение. Очень много атак, и мир хочет взять свои руки тоже, современности, сделать что-то современное, что-то такое шумное, что-то такое, ну, такое пафосное, что ли, чтобы привлечь якобы людей. Людей никогда не привлекает пафосность. Это не меняет их жизнь, поймите. Только присутствие Духа Святого, только истинное поклонение живому Богу меняет, меняет просто все, и жизнь человека. Я был в одной церкви, у них поклонение, ну, это было в другом городе. Я приехал туда, у них, я думаю, вау, это что это, как они могут петь? У них хор и орган. Никаких больше других инструментов. Я думаю, какое же будет это скучно, это прославление. Такое пришло присутствие Бога, что я плакал от начала до конца. Они пели четырьмя, наверное, голосами, там еще были тонкие голоса, такие, у-у-у-у. Я думаю, как они это поют? И как Бог касается, где барабаны, где синтезаторы, где это? Они были настоящие поклонники живого Бога. Вы понимаете, можно организовать 50 синтезаторов, 60 барабанов. Я не знаю, сколько хочешь. Но если среди них нету поклонника, это пустая музыка. Если в церкви 100 миллионов человек, и из них 10 поклонников, церковь состоит из 10 человек. Все остальные просто присутствуют. Если церковь 50 человек, и там 50 поклонников, это стопроцентная церковь. Хотя так мало бывает. Но так хочется. Аллилуйя. Когда Давид играл, когда Давид играл, представьте, былокурый, нежный такой, но он знал Бога. Вот этот былокурый, нежный, который просто ничего не знал, но рвал льва, медведя. Почему? Он знал Бога. Ты скажешь, да я такой, что с меня взять? Ты можешь, если будешь общаться с Богом, если ты будешь находиться в присутствии Бога, ты сможешь делать все. Иногда сатана делает так, парализовывает человека, что человек в своем разуме берет и создает тюрьму для себя. И сам входит в эту тюрьму, никого не пускает туда, и сам не выходит оттуда. Тут нужен петь и воспевать Господу, чтобы стены рухнули. Кому-то здесь, я так чувствую, нужно конкретное землетрясение, чтобы просто все поколебалось, чтобы ты понял, где Бог. Аллилуйя. Амин. Очень часто мы встаем утром и какие-то мысли посещают. У нас есть выбор, как дальше жить и двигаться. Амин. Аллилуйя. И потом, смотрите, задача прославителей, наша задача, когда мы поклоняемся Богу, наша задача не молиться. Ты скажешь, как? Не молиться. Задача ведущего. Задача тех, которые ведут песню, нас ведут в песнях. Задача таких людей – славословить Господа. Иногда мы молимся и нужды открываем. Иногда мы молимся, да, это хорошо, но когда мы славословим Господа, говорим правильные слова. Мы сегодня, мне понравилось, начали имена Бога сказать. Их можно, их нужно сказать. С такой уверенностью, с такой силою, с такой помазанием, с таким духом, чтобы эти имена, они проникли внутри нас. И приносили свой плод, свое время. Представляете, я стою, чтобы петь песню. Я мешаю многим, потому что у меня нет слуха. Такого, какого надо, чтобы я мог там, как Робертина Лоретти петь. Но у меня есть язык, который Бог дал, чтобы славословить Бога. Я могу сказать, ты мой Бог, я люблю тебя. Ты мой царь, аллилуйя тебе. Ты великий, ты сильный, ты Бог всемогущий, ты его Ваира. Слух не нужен тут. И хороший голос тоже. Это славословие Бога, которое не может выдержать ангели. Они подключаются к нам. Небо подключается к тем людям, которые славословят Бога. Небо подключается к тем людям, которые открытым духом, сердцем говорят. Иисус, я люблю тебя, я петь не умею, я слова песни не знаю, но у меня из меня, как скорописца пишется или льется вода жизни, вода, который ты дал мне из чрева моего, начало течь жизнь вечную. Я славословлю тебя, ты мой Бог, аллилуйя, воздай Богу славу, он достоин. Я аж наполнился духом, аллилуйя. Чудо я наполнялся духом, вы видите, когда славословлю, даже во время проповеди. Слава Господу нашему Иисусу Христу, аминь. Я помню нашу церковь, автобус, когда стояла, забирала из садового, садовое промышленное, у нас в Краснодаре стояла автобус, и постоянно нас возили туда, в палатку, где около четырех тысяч человек мы то время собирались. Это сейчас мы разбросились по всему краю, и аллилуйя, это хорошо. И я помню, когда к нам подходили, мы возле автобуса ждали, общались, радуемся, общаем, мы даже никого не замечали. Но подходили к нам, говорили, вы кто такие, у вас глаза горят, у вас неестественная радость. Аллилуйя. Давайте вернем эту неестественную радость. Конечно, это ты не можешь, вот, а ну, а ну, давай, радость, давай. Нет, такого нету. Никто не может так давить из себя, чтобы выходила радость или потекла вода. Надо встреча с живым Иисусом Христом. Надо стремиться, надо искать, надо молиться, надо просить, Господи, напольни меня этой живой водой и этой радостью. Аминь. Слава Господу, аллилуйя. И тогда и дома не скучно. Представляете, муж и жена радостные, дети радостные. Как может там быть скучно? Проблемы могут быть, но есть такой клип или мюзикл христианский, когда муж возвращается домой с пением и сатами, ты дорогая, о, дорогой. Поют вместе, дети поют, стол накрывают песнями. Какая радость, да? Какое чудо, когда в семье все поют и прославляют живого Бога. Псалом 68, 31-32. При словословии действует сила. Я буду славить имя Бога моего в песне. Буду превозносить его в словословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели волк, нежели телец с рогами и с копытами. Вот здесь уже и комментарии не нужны, что такое рога и копыта. Псалом 32, с 1 по 3 стих. Радуйтесь, праведни, о Господе. Есть здесь праведники? Но это мы знаем. Знаете, Я не встречал еще такого человека, у которого было все. Чтобы он сказал, у меня есть все. Даже был человек один, у него был хороший урожай. Он все равно себе создал проблему после того, когда был хороший урожай. То есть нет такого человека, у которого всегда было все. Но у каждого из нас есть возможность всегда радоваться. Даже тогда, когда ничего нету. Правим прилично славословить. Славьте Господа на гуслях. Пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь. Пойте Ему стройно с восклицаниями. То есть воинственная такая песня. Стройно с восклицаниями. Вот я давно мечтаю. Я не знаю, когда-нибудь с моего мечта моя мечта исполнится. Я хочу, чтобы у нас в церкви был братский хор. Представляете, мы одно служение, выходим сюда, я хочу быть в этом хоре. Никого мне сейчас не буду, обещаю. Я хочу стать в этом хоре и так вот стройно, гламогласно, твердо утвердить, что я поклонник живого Бога. Аллилуйя! Братья, я вас приглашаю. Кто возьмется за хор? Кто возьмется? Есть тут специалисты, которые возьмутся? Ну, ты всегда, ты есть. Но я хочу, чтобы еще кто-то сказал, я возьмусь. Кто возьмется? Вот, пожалуйста. Вот, целая проповедь. Просто взяли и так вот. До свидания. Нет? Думайте? Хорошо. Хорошо. Кстати, община наша. Тоже, я смотрю, у вас хорошие голоса, у вас большой потенциал. Вам надо быть в этом хоре. Аллилуйя! Мы должны быть. Давайте церковь, мы все вместе возьмемся за руки, не сейчас, вообще в духовном мире, и начнем поклониться Богу. Начнем что-то делать для Господа. Начнем открытыми сердцами приближаться к престолу милости и благодати и воздавать Богу. А, ты хочешь Володю собрать? А, это Женя, да? А, я просто не увидел. Я думал, это Власов поднял. А, он там. Новую песню будем петь. Братья мы, Славик будет рядом со мной стоять. Женя, Саша с Краснодара поддержит нас. Жека будет рядом. Братья, ну, сестры, давайте воздадим Богу славу за братьев. Вдохновим их. Аминь. Молитесь за нас, чтобы мы могли просто, ну, стать сюда, петь песню. Откровение, 15 глава, с 3 по 4 стихи. И поют песнь Моисея. Вот брат наш. Он что, музыкальную школу закончил, что ли? Он был музыкантом. Да нет, но он пел новую песню. Раба Божия. И песнь Агонца, говоря, великие чудные дела твои. Вот понимаете, вот, вот знаете, научитесь славословить Бога. Не просто молиться и проситься об исселении. Не просто молиться и проситься о финансах. Научитесь воздавать Богу славу. Научитесь в ваших трудностях, где нет финансов, где нету, я не знаю, что бы ни было. Просто научитесь славословить Бога. Научитесь воздавать Богу славу. Научитесь чтить Его имя. Посмотрите, великие чудные дела твои, Господи Боже, Вседержитель. Праведние истины пути твои, Царь Святых. Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имя Твое. Ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся перед Тобою. Ибо открылись суды Твои. Господи, этот последний стих мы не хотим. Давайте не будем ждать этого последнего стиха. Давайте уже начнем. Я призываю вас, братья, организуйте кто-нибудь, пишите, что этот день спевка. Я приду, если я буду здесь. Обязательно, я хочу участвовать в этом хоре. Я хочу, у меня хороший голос, честное слово, просто надо открыть. Я уже оправдываюсь перед вами, чтобы вы меня взяли в этот хор. Берете, да, Лена? Ты же не брат, Лена. Слава Господу, аминь. Хочу подвести итог. Значит, сила хвали и поклонения проявляется. Ушли из-за меня. Сила хвали и поклонения проявляется тогда, когда мы искренне начинаем верить в Бога. Когда мы начинаем поклониться Ему. Когда мы ищем Его в Духе и Истине. Потому что Бог, не мы ищем Его, а Он ищет нас, поклонников, в Духе и Истине. Он посвящает нас тогда. Второй очень важный момент. Происходит освобождение, исцеление чудеса, когда мы просто начинаем прославлять Бога. И третий важный момент. Во время прославления мы не должны просто молиться. Мы должны больше славословить имя Христа. Потому что Он на престоле. Мы просто привыкли постоянно у Него что-то требовать. Говорить, просить, просить. Это нормально. Я не говорю, это не надо делать. Но мы должны еще научиться славословить и превозносить Его имя. Потому что Он царь верный. Если есть тут человек, есть, который первый раз на этом собрании, который еще не отдал сердце Богу. Нету таких, да? Просто я хочу, чтобы мы склонились в свои головы и просто сказали, Господь Иисус, я хочу быть Твоим поклонником. Помоги мне. Доброе утро, брат мой. Кто проснулся уже в последний момент. Халлелюя. Господь Иисус, склоните головы. Господь Иисус, я прихожу к Тебе и прошу Тебя, обнови мой дух, обнови мое сердце, обнови мои мысли. Боже, Ты дашь слово. Обновляться, поменяются мысли, обновится жизнь. Поменяются мысли, поменяется жизнь. Я принимаю это. Помоги мне изменить мысли. Помоги мне думать, как Ты думаешь, мыслить, как Ты мыслишь. Помоги мне, Господь. Я на Тебя уповаю. Благослови меня, мою жизнь. Духом Твоим, Святым, Боже, измени меня. Я нуждаю в Тебе. Я жажду Тебя. Во имя Иисуса Христа. Все сказали. Слава Господу, нашему Иисусу Христу. Слава Господу.